Всем привет! С вами Люда Блаж Суприм. Я сегодня просто невероятно счастлива, потому что наконец-таки я могу вам показать мою новинку в моей косметичке. Итак, у меня здесь вот такая вот фиолетовая коробочка, где написано Urban Decay. Сразу хочу сказать, что это никакая не реклама, так что расслабьтесь, успокойтесь. Я покупала этот Urban Decay на свои кровные 5000 рублей. В общем, у меня сегодня будет палетка Gwen Stefani. Это самая нереальная, крутая, обалденная палетка, которую я когда-либо хотела за последнее время, но она стоит в России очень дорого. 5000 рублей. 4 990. Но мы на семейном совете посовещались и решили, что окей, не вопрос, купим. Я еще очень хочу Too Faced, Semi Sweet Chocolate Bar, но она стоит у нас в России 7000 рублей, поэтому я решила, что сегодня будет Urban Decay. Этот ролик я бы хотела сделать немножко в другом формате. Я потому такая не накрашена, у меня только ресницы и губы, потому что я хочу все 12 оттенков показать вам, как они выглядят на глазах. То есть поочередно я их буду наносить на глаза. Вот у меня подготовлено 12 кисточек для нанесения основного оттенка. И вы посмотрите, нужна вам эта палетка или нет. Для начала я бы хотела ее вместе с вами открыть. Я ее заказывала на официальном сайте Urban Decay. Она пришла вот с такой наклейкой не вскрывать. В общем, там у меня... Ай-яй-яй, уже открыто немножко. А, еще знаете, почему я так ждала сделать это видео? Потому что я для себя решила, что я даже пальцем не буду трогать вот эту потрясающую палеточку. Все сделаю при вас. Она чистая, девственная просто палетка. Так что будем вместе с вами ее тестить. Еще внутри мне положили 4 пробничка помад Gwen Stefani, которые выйдут чуть попозже. Ну что, давайте перейдем к самой палетке. Ах, господи, у меня прям внутри все трепещет. Я человек, повернутый на косметике и повернутый на красивой косметике. Вот так выглядит палетка. Очень своеобразно. Говорят, Gwen Stefani сама действительно приложила руку к этой палетке, к дизайну и к самим оттенкам. Внутри у нас... Та-дам! Вот такая вот красотища. Я сегодня как чайник просто свечусь, потому что я очень счастлива. И ничто не сделает меня еще более счастливей. Кстати, знаете, какой момент я отметила, что у них даже внутри коробочка вот такая вот стильная. Не просто какая-то однотонная, а стильная. Все продумано до мелочей. Какой плюс я могу отметить? Это огромное зеркало, то есть оно вот во всю площадь этой палетки. То есть очень удобно видеть целое свое лицо. Ладно, мне кажется, предыстория была очень длинная. Давайте я наконец-таки начну пробовать эти оттенки. Пробовать, что у нас там такое и показывать вам самые настоящие сводчи. Как я уже говорила, для чистоты эксперимента я взяла 12 чистых новеньких кисточек. И я взяла еще базу под макияж. И каждый раз перед нанесением я буду немножечко трогать свое веко при помощи базы. И потом перед другим цветом я это все буду дело смывать. Поэтому съемки этого видео будут очень длительные, но зато получится, что надо. Итак, первый оттенок, который называется Blonde. Ааа, я первый раз дотрагиваюсь до этой палетки. Я прям все дрожу. Так, ну что могу сказать. Наносится он, как любые тени Urban Decay. Просто потрясающая. Отдача цвета отличная. Сам оттенок такой самый ходовой, наверное, для меня. Достаточно такой мукообразный. Но очень хорошо ложится и, знаете, очень здорово растушевывается. Мне кажется, неплохой оттенок, чтобы наносить под бровью. Шиммер, наверное, есть, но настолько деликатный и нежный, что подойдет абсолютно всем. Даже тем, кто не любит очень яркий блестящий макияж. Все, теперь откладываем эту кисточку подальше. Больше ее не трогаем. Никакие тени, чтобы вместе не смешались. Опять немножко базы. Переходим к оттенку, который называется Bath Water. Ой, ну это уже такой теплый, песочный оттенок. Шиммер здесь реально более активный. По ощущениям, очень легко, нежно наносится. Возможно, на камере вам покажется, что это более-менее одинаковые оттенки, но они очень похожи. Единственное, что первый с очень мягким, таким мягким шиммером и перламутром, так второй уже более активный шиммер. Его здорово, мне кажется, наносить на все подвижное веко. Следующий у нас оттенок по счету, оттенок Skimp. Он уже больше похож на такую пудру, либо мел, может быть. Он очень круто делает глаза прям глубокими. Нет, наверное, вот этот у меня будет самый любимый ньют из палетки. Резюмируя, это очень матовый оттенок из всех трех, которые мы с вами только что попробовали. Это самый матовый и делает глаза действительно очень глубокими и свежими. Следующий оттенок у нас тот, который называется Steady. О, это такой бронзовый оттенок, мягкий бронзовый. Такой еще и не найдешь. Опять же шиммерный, очень круто тушуется. Мне кажется, такой достаточно редкий оттенок, благородный. С таким оттенком даже не нужен никакой другой цвет. Мне кажется, достаточно вот его нанести, чуть-чуть подвести верхнюю линию роста ресницы. Все, у вас макияж уже готов. Потрясающий оттенок. Шиммер, конечно, достаточно активный, но это его не портит. Потому что, знаете, что еще заметила? В этих шиммерных оттенках помол очень мягкий. И поэтому шиммер получается действительно такой достойный. Теперь переходим к матовым оттенкам. Вот они у нас три по очереди идут. Зоун, Старк и... Ну, потом прочитаем. В общем, начинаем с Зоун. Очень теплый, насыщенный. Коричневый такой, что ли, кирпично-красный. Растушевывается хорошо, поэтому тут факт, что его надо тушевать, это не проблема. На базу кладется идеально, конечно, очень ровненько, без каких-то пятен. Не факт, что мне подойдет этот оттенок на все подвижное веко. Скорее всего, он подойдет блондинкам. У меня какие-то, получается, немножко болезненные глаза. Но знаете, что им будет очень круто делать? Класть в складку века. Поехали дальше. Дальше у нас тут оттенок, который называется Старк. Ну, уже сразу вижу, что это идеально матовый, нейтральный оттенок. Ничего такого сверхъестественного. Но, тем не менее, вот девушки, которые делают часто макияж, меня прекрасно поймут, что иногда такой оттенок это самое необходимое. Этот оттенок на лето будет, вот прям сразу вижу, моим идеальным такой go-to shadow на лето. Если вы немножко заскучали с однообразными оттенками, то не стоит это делать, потому что у нас последний матовый оттенок, а дальше пойдет дискотека. Следующий оттенок, который очень странно называется Anathem. Ну, бог с ним. В общем, я сразу вижу, что это кофе с молоком. Вот четко такое кофе с молоком. Очень начало почему-то осыпаться. Не очень, но тем не менее. Возможно, это из-за кисточки. Кстати, Urban Decay-вская кисточка. Матовый, который тоже необходимо будет тушевать. Но вот этот уже больше мне подходит, чем оттенок Zone. Потому что в Zone видно, что есть такая краснинка, а краснинка в макияже глаз не всегда, знаете, хороший вариант. Ой, отличный оттенок. Отличный, хороший для ежедневного макияжа. Следующий оттенок называется Baby. Если вы закроете сейчас глаза и представите тот оттенок теней, который у вас ассоцируется за словом Baby, я уверена, что 99% девушек представят именно такой цвет. Розово-нежный. Господи, какой он красивый. Нереально круто тушуется. Очень здорово освежает глаза. Ну вот такой вот идеальный просто. Мне аж трясется, насколько мне понравился этот оттенок. Оттенок Baby. Пока мой самый фаворит. Я вот сказала, что оттенок Baby пока что мой фаворит. Но абсолютно очевидно, что Baby будет бороться со следующим оттенком, который называется Pop за мое сердце. У Pop уже нету золотишка, но у Pop более яркие блестки. И он уже похож на такое искристое шампанское. Цвет шампанского абсолютно точно. Прям девичий, очень девичий оттенок. Круто! Pop мне очень сильно нравится. Он очень крутой оттенок с такой какой-то яркой искринкой. Я обещала дискотеку, получите дискотеку. Следующий оттенок называется Harajuku. Очень оригинальное название. Это единственный ярко-розовый в палетке. Мне кажется, это первый розовый, который мне так подошел. Я почему-то думала, что здесь блесточки будут а-ля, как вот в Pop в предыдущем оттенке. Но нет, здесь такой же деликатный шиммер, деликатный помол, скажем так. Посмотрите, да? Взгляд очень свежий и какой-то очень девичий и молодой, наверное. Я только что обнаружила, что мне не хватает кисточек, чтобы снять для вас все 12 оттенков. Но потом пересчитала оттенки, их 15. 15 их точно? Да. Их 15! Поэтому сейчас пойду найду еще кисточки и вернусь. Итак, продолжаем. Следующий оттенок, с которым я тоже не уверена, но теперь я уже не хочу зарекаться. Он называется Danger. Это ярко-синий оттенок. Немножечко пачкается, но это, естественно, для темного оттенка. Очевидно, что его необходимо будет растушевывать. Давайте сразу это и сделаем. Тушуется не грязно. Но это такая вот прям дискотека 80-х. Немножко грязноватый. Да, наверное, не так, чтобы я прям с первого раза с ним сдружусь. Но он дает очень красивый такой оттенок, знаете, с эффектом лунного свечения. Вот есть такие лаки для ногтей с таким лунным перламутром. Вот что-то есть в этих тенях, тоже такое лунное. Но он, конечно, так падает. И неплохо так падает, что мне придется сейчас поправлять макияж. Сам по себе синий, конечно, не избитый. Красивый. В несколько слоев получаются вообще идеально. Вот смотрите, у меня здесь примерно один слой. Вот тут более густое нанесение. В слое, наверное, в два, в три. Ну, видите, да, разница. Тут голубизна, а тут уже прям синий. Ну, непростой оттенок. Непростой, что уверена, он не всем подойдет. И уверена, что, ну, вот так вот, чтобы сделать макияж и побежать, мы не сможем. Потому что здесь нужна хорошая такая растушевка. И он такой стандартный, в 80-е годы. Дальше у нас идет оттенок под самым легким названием 1987. Ярко-желтый, шиммерный. Ну, достаточно внезапно здесь появился желтый оттенок. Опять же, вместе с синим, наверное, как-то можно использовать. Получим украинский флаг. Это не мой оттенок, но, наверное, для эксперимента или для добавления в какой-то макияж, возможно, как вариант. Но не моя история. Такие оттенки в макияжах я не сильно вот тебе люблю. Ну, и теперь самые темные оттенки. Вот они у нас с краешку. Оттенок панк, оттенок сериус и оттенок блэк аут. Начнем с панка. Попанкуем. Оттенок такого какого-то баклажанового шоколада, что ли. Как любой темный оттенок, его надо будет тушевать. Сейчас мы растушуем все. Мягкий, матовый. Абсолютно матовый. Если темно-синий, там была блестюшечка, такая шиммер. Такой шиммер, то здесь у нас все матовое. Как он круто тушуется. Очень легко. Очень ровно и без грязи. Сочетание баклажана с темным горьким шоколадом. Да, с ним получатся очень интересные макияжи. Далее оттенок сериус. Сыпется, как любой темный оттенок. Надо что-то подкладывать, когда делаем макияж. Тут как-то пятна наложится. Но у него какое-то неидеальное нанесение. Хотя цвет очень благородный. На самом деле действительно очень здорово, что они добавили и черный, и серый. Для меня всегда проблема покупать палетки, потому что там либо серый, либо черный. Но я люблю, когда у меня есть выбор. Еще в этом оттенке присутствует какая-то нотка. Вот я не могу понять, какая. То ли она коричневая, то ли она чуть-чуть фиолетовая. Но он не простой серый. Вот с виду кажется, в пачке вообще кажется, что идеально серый матовый. Но вот и по жизни он, во-первых, не вот тебе матовый. И во-вторых, здесь есть какая-то нотка. Мне подсказывают, что это цвет мокрого асфальта. Опять же, в 80-х очень был моден цвет мокрого асфальта. Ну и все, финальный аккорд любой палетки. Это темный, насыщенный оттенок, который будет подводить ваше веко. Как минимум. Ну и как максимум, куда ваша фантазия вас заведет. Это оттенок, который называется Blackout. Оттенок матовый. Это круто, потому что именно матовым черным можно сделать все, что угодно. Ну и я не буду повторяться, насколько тени Urban Decay прекрасны. Насколько они круто ложатся. Насколько здорово они пигментированы. Сейчас посмотрим, как тушуется черный. Ну и насколько совершенно невероятно легко и чисто тушуется оттенок любой абсолютно от Urban Decay. Ну что можно сказать? Каким еще черным оттенком можно так быстро за 3 секунды сделать себе глаза? Стос подвести нижнюю линию роста ресниц и все, у вас уже настоящие, самые настоящие смоки. Ну что, вот и все. Вот я вам показала, как оказалось, 15 оттенков из палетки Gwen Stefani от Urban Decay. Это суперлимитка. Вообще в магазине у нас в Москве в ЦУМе девушка говорила, что их там 12-15 штук. Я заказывала в интернет-магазине. Там все спокойно, все нормально. Я 100% советую эту палетку. Из 15 оттенков у меня вызвали вопросы только 2. И то, мне кажется, синий я погорячилась, что он мне не очень понравился. Желтый просто может быть не мое. Мне кажется, это отличный результат для такой насыщенной палетки. Ну что, все. Вот такое вот у меня сегодня получилось видео. Формат необычный, нестандартный для моего канала. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки этому видео, если это действительно так. И в дальнейшем, когда у меня появится что-то новенькое в руках, я точно так же буду вам делать ревью на этот продукт. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Мне безумно было приятно провести с вами это время. И, наконец-то, я могу уже пользоваться этой палеткой каждый божий день. Все. Спасибо вам большое. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока.